Есть в Гомеле одна частная библиотека, в которой собраны книги исключительно о нашей области. История и современность, люди и события, сельское хозяйство, промышленность, культура. Все сохранено на печатных страницах. И самое интересное, что принадлежит это собрание книг их издателю, а точнее издательскому дому. Речь о редакции «Гомельская правда». На этой неделе они презентовали новую книгу в жанре художественной документалистики «Дорога длиною в жизнь». Посвящено издание 80-летнему юбилею предприятия «Гомель Облдорстрой». Как же создается современная печатная летопись Гомельской области? В сюжете Евгений Кухаронок. Уже 6 лет прошло с того самого дня, когда в редакции «Гомельской правды» открыли издательский дом. Традиции печатного слова поставили во главу угла и начали творить. Сегодня из изданных книг собралась настоящая частная библиотека, в которой можно найти гомельщину аграрную и промышленную, гомельщину уникальную и гостеприимную, древнюю и современную. В этом году, к 80-летнему юбилею со дня образования региона, здесь выпустили фотоальбом «Гомельская область. Добро пожаловать». Этой же круглой дате посвятили еще одну новую книгу «Дорога длиною в жизнь». 80 лет миновало с момента создания областной дорожной службы. Повествование в книге начинается с времен бездорожья, гати и болот, а завершается историями о современной деятельности предприятия «Гомель-облдорстрой» и планах на будущее. Книга, на мой взгляд, получилась такая достаточно очень объемная, исторически насыщенная, потому что здесь и из архивов личных дорожников, из архивов других, государственных, поэтому вот над ней мы практически целый год работали, коллектив авторов совместно с предприятием «Гомель-облдорстрой». Работа над книгой объединила дорожников с журналистами, фотографами и руководством редакции «Гомельской правды» в настоящий творческий тандем. О том, как создавалось издание, авторы рассказали на презентации «Дороги длиною в жизнь», которая прошла в областной библиотеке имени Ленина. Как оказалось, идея издать книгу родилась десятки лет назад. Вообще идея создания книги, она родилась уже довольно давно на нашем предприятии, но как-то эту задумку не удавалось воплотить в жизнь. Никогда эти планы не были доведены до конца, всегда заканчивались эти идеи какими-то фотоотчетами. Ну и в этом году, благодаря сотрудничеству с редакцией «Гомельской правды», в конце концов, эта задумка воплотила жизнь. В завершение презентации более десяти изданий книги передали в дар районным библиотекам области, а также библиотекам Белгута и Дорожно-строительного колледжа. Чтобы тираж распространялся не только в личные архивы. И мы в том числе тоже передали и свою книгу «Гомельской правды», и другие альбомы в библиотеке, это как минимум. А так и в школы, музеи. Это так должно быть. Следующий год в издательском доме «Гомельская правда» обещает быть еще более продуктивным. Уже сегодня ведется работа над несколькими большими проектами. В планах издать около десятка книг, альбомов. Наверное, выделяться будет к 30-летию вывода войск из Афганистана. Мы тоже очень давно работаем над этим альбомом. Альбом книга будет. Воспоминания живых свидетелей, архивы, которых никто не видел. Евгения Кухаронок, Игорь Морищенко. Новости недели.